Результат нашей последней командировки в Кизильский район нас не то чтобы озадачил, но удивил несказанно. На фоне удручающей непонятной жизни селян большинства районов Юга области, кизильчане, как нам показалось, живут полнокровной жизнью. Строят больницы, цеха по переработке сельхозпродукции, обеспечивают нормальную жизнь подразделениям животноводства. И это несмотря на минимум кормов из-за засухи. И может быть поэтому настроение людей было совсем иным на собрании по выдвижению кандидатов президента России, нежели там, где предприятия стоят на коленях и чьих работников заставляют ставить подписи в поддержку нынешнего президента под угрозой увольнения с работы. Исходя из тех дел, которые произведены в районе, исходя из жизненного уровня и так далее, изменения во всех структурах нашей жизни в районе, вот это говорит само за себя. Если люди получают вовремя заработную плату, то есть они изменяют свой быт, они получают новое жилье, у них появляются новые школы, новые медицинские учреждения, дороги. Перерабатывающие цеха, вот, говорит о том, что люди, видя это, они потом, значит, наверное, и голосуют за эту данную власть. Если бы такой островок благополучия, который создался в Кизийском районе, в принципе, являл собой наша область Челябинская, наверное, было бы все иначе настроение людей, правильно? Я думаю, что Челябинская область у нас, значит, также одна из немногих областей, которые проголосовали именно тоже за демократические преобразования в стране, потому что там тоже неплохой был набор, сказать, процентов и по Яблоку, и по нашему Дому России, по, значит, партии Гайдара там и так далее. Но ведь еще многое зависит от того, что на местах отдельные, так сказать, и главы городов и районов, и руководители предприятий, получая все то, что, по крайней мере, дается сегодня уже нашим, так сказать, обществом, я имею в виду и денежные средства бюджетные, там и другие, но тратят не по назначению. Очень бывает, я вот проезжал, значит, районы, многие, Юго-Челябинской области, когда был предвыборный, значит, марафон Государственной Думы, ведь многие же говорят, так мы же вам дали деньги, громадные миллионы на эти цеха, на эти мельницы, так не мельницы, а не денег, вот в чем дело. Поэтому мы когда соизмеряем вроде самое высшее руководство или области, или страны, что там-то плохо в данном регионе, там, или в Чесме, там, или в Арне, грубо говоря, грубо говоря, но нельзя говорить, что это плохо, потому что руководство области там не помогает. А я считаю, что руководство и района не до конца исполняет все те функции, которые возложены на данных руководителей всех рангов. То есть причина прежняя, дырявые руки. Да, я думаю, что правильно, Андрей, ты говоришь. Есть такое, что у многих дырявые руки, и многие, как раньше, не сделал я вот это. И народ спрашивает, так я-то ни при чем, вот сверху не даю, я не могу. Так что ж мы думаем все время наверха? Пора уже думать именно о себе. Сразу же после собрания мы двинулись в путь по маршруту, предложенному администрации района. И первым пунктом на пути следования была районная больница. Та самая, которую летом нынешнего года расширили за счет ввода в действие двух корпусов. Это позволило хирургическому отделению на двух этажах обустроить отдельные палаты. А самое главное, это случилось совсем недавно, перед Новым годом, оборудовать еще одну операционную. Теперь у нас есть возможность подразделять, допустим, операции делать плановые в одной операционной, экстренные в другой операционной. Операции, осложненные гнойноцептической инфекцией, тоже отдельно могут производиться. А до этого мы делали все в одной операционной здесь. Главным поводом для поездки в хозяйство Полоцкое, чьи поля граничат с территориями Картолинского и Брединского районов, был пуск в строй действующих нового мукомольно-макаронного цеха. Но вначале мы заехали к старым знакомым в мясоперерабатывающий комплекс, построенный по австрийской технологии. В Манитогорске уже хорошо знают и ценят качество продукции этого комплекса. Но чести быть удостоенными, получить ее из Полоцка на продажу, имеют лишь несколько лучших магазинов-магнитки. Луч, бережок, зори Урала. Да и что сказать, что такое тонна колбасы и деликатесов? Это суточное производство комплекса для полумиллионного города. За полтора года у вас появилась устойчивая репутация в городе Манитогорске в магазинах. А какие изменения у вас произошли здесь? Ну, за полтора года, я хотела бы сказать, что у нас стал более стабильно работать коллектив. Отобрали мы людей, которые способны производить хорошую, вкусную и красивую колбасу. И люди красивые? И люди красивые, я в чем не сомневаюсь. Я бы хотела сказать, что, во-первых, у нас изменилось. Мы добавили к полукопченым тем трем видам колбас, которые мы готовили. Сейчас у нас пять, производим пять видов полукопченых колбас. Вареных колбасах мы добавили. У нас теперь будет эстонская колбаса. И, имея мясо иногда второго сорта, мы будем готовить также колбасу чайную. Колбаса наша пользуется спросом, поэтому мы... И это несет на себе очень большую ответственность на нашем коллективе, потому что более хуже работать мы не можем. Работать мы должны и обязаны только лучше. На чем мы постоянно практически работаем. Вот тебе и сельский цех. Евгений Метрович, а вот за эти полтора года что-нибудь сломалось у вас? Ну, у нас оборудование в основном немецкое, что нам немцы поставили. Вот за эти полтора года никаких поломок не было, серьезных нареканий на оборудование нет. Единственное, что шкаф варочно-коптильный из строя вышли, через год они отработали тены. Ну, норма, что ли, год работы? Ну, я не знаю, их нормы, но в пределах этого... Ну, в течение суток немцы нам это дело доставили и цех заработал снова. Ну, а сейчас за бать стоят, наверное, нет? Да, сейчас у нас три комплекта, мы работаем спокойно. И, наконец, основная цель командировки – мукомольно-макаронный цех. В том, что он появился на земле Кизильской, нет ничего удивительного. Такие цеха стоят уже в Измайловке, Богдановке, Восточном, Комсомольском, Боровом – это уже Брединский район. Поражает другое – темпы. Цех был построен буквально за несколько месяцев. Еще в мае здесь крепили фундаментные блоки, а уже осенью была смолота первая тонна зерна нового урожая. Павел Петрович, говорят, что мельник – главный чех деревни. А вы кем были до того, как не было этой мельницы? На этой мельнице не был, до этого был трактористом. А учились долго? Учился, ну, по ходу работы, производил монтаж. Мельницы был специалист в Новгород, который непосредственно все рассказал, показал. После этого делали, ну, после дополнительной настройки делали уже, ездил к опытным мельникам в Варнинский район, в совхоз Толстый. Оттуда привозил опытного мельника, который непосредственно все показал. А сколько цех уже в работе? Цех у нас уже в работе, мы его запустили с 5 октября, вот, на 4 месяца. Субтитры создавал DimaTorzok